Внимание! Готовы? Готовы, да. Возьмем пошло. Наблюдаем отлично. Шесть часов за пределами станции. Внутри жесткой керасы чистый кислород. Давление 290 миллиметров ртутного столба. Температура охлаждающей жидкости и вентилирующего газа 10-15 градусов. Работа в открытом космосе словно очередной полет в небольшом космическом корабле. Прогулка по орбите не из легких. Первый, который улетит, это вот этот вот. Значит, бросаю вот так назад, а мне вот так, правильно? Или тут? Не, не, не. Вот так. Вот так, как рука у тебя есть. Согласен. Центр управления полетами на Земле. Контроль действий на высоте в 400 километров. СУП, как огромный мозг, подает сигналы и дает указания для работы в открытом космосе. Сотни людей одновременно следят за сотнями параметров, чтобы эта прогулка по орбите была на 100% успешной. А теплосъем соответствует энерготратам. Энерготрата около 5 килокалорий в минуту, теплосъем 3 килокалории. Павлу Виноградову к космическим прогулкам не привыкать. За пределами станции он работает в седьмой раз. Оттого и более спокоен, чем Роман. Так, по разным показателям, специалисты на Земле узнают, в каком состоянии космонавт. От приборов не спрячешься. Роман, поворачивай ключ, по стрелке закрыто. Тебе нужно повернуть его до упора. Там будет щелчок, ты почувствуешь, и нужно будет сразу же снять ключ с замка. Оператор на Земле и оператор в космосе – единый организм. Надо понимать с полуслова, даже через помехи в связи и задержку сигнала. Антон Лепканский – голова, а его руки в открытом космосе. Павел Виноградов – правая, и Роман Романенко – левая рука. Главное, чтобы теперь уставшие руки все делали, как велит голова. Такая вот космическая шахматная партия, где каждый шаг надо просчитывать заранее. Нужно в голове держать постоянно какую-то, так скажем, трехмерную модель станции, хотя бы примерно, и представлять, где сейчас находятся операторы, что они делают и куда собираются пойти, какой шаг следующий. Они готовились еще на Земле. Полгода назад полностью отрепетировали эту внекорабельную работу. И теперь здесь Антон виртуально выходит вместе с экипажем в открытый космос. Ну, конечно, переживаю. Не за себя, наверное, конечно, за них, за выполнение задачи прежде всего, тоже за безопасность. Дело все в том, что, каким бы ты ни был опытным космонавтом, очень мощны психологические нагрузки. Просто человек действительно оказывается один на один с вот таким вот довольно угрожающим космосом. Все идет своим чередом. Они идут так, как полагается, как отработали по циклограмме. Они выполняют час минуту в минуту. То есть это нормальная работа передвижения по поручнему. Передвигаться в открытом космосе нелегко. И дело не в тяжелом скафандре, весом более 100 килограмм. В космосе веса нет. Ходить космонавтам приходится на руках. Ноги в таких прогулках почти бездействуют. Ну, после каждого выхода ребята приходят, как после хорошей битвы. С синяками на руках, с натертостями на плечах. Еще до полета надо научиться работать в скафандре «Орлан». Тренируются в специальном самолете лаборатории Ил-76 МДК. За 20 секунд нужно забраться в космическую кирасу по своей технологии. Ногу, руку. Одна рука. Вторая рука. Получилось. Вот он, первый опыт общения со скафандром в невесомости. Павел Крижановский объясняет, как управляться с карабинами для фиксации в безопорном пространстве. Перецепляет. Обязательно должно быть две точки фиксации. Да. Открывается он вот таким образом, что надо сначала вот это, потом открывается. В невесомости скафандров становится намного легче. И вот такими карабинами космонавты фиксируют себя, когда выходят в открытый космос. И здесь загвоздка в том, что нужно держать, нажимать эту часть, и вот это тогда будет карабин фиксироваться. Вот. Золотое правило двух точек фиксации. Вот так кандидаты на полет будут передвигаться на орбите в будущем, а пока ждут короткой невесомости. Невесомость не терпит суеты. Эту ошибку многие допускают, когда учатся, торопятся. В космосе все действия должны быть неспешными, но точными. Павел Владимирович, сейчас мы отстаем от циклограммы примерно на 20 минут. Павел Владимирович, прибавлять не надо, работайте спокойно. Плюс 140 градусов на солнечной стороне, минус 120 в тени. За 6 часов работы в открытом космосе есть время и передохнуть. Так в тени космонавты отдыхают и немного остывают от напряженной работы. Придерживаться строгого графика сложно, порой и выбиваются из времени. Приходится наверстывать в темное время, как и на Земле. Это зависит от того, как они выполняют программу выхода. Если они не успевают, то, конечно, они и сами ни за что отдыхать не будут. Они будут стараться выполнить задачи выхода, потому что они переживают за это, болеют. Еще 4 минуты до конца тени, пока отдохните. Задачи на выход в открытый космос формируют заранее. Специалисты включают во внекорабельную деятельность как можно больше работы. За эту прогулку космонавты должны установить на внешнюю сторону станции научный эксперимент «Обстановка». Теперь изучение космической погоды и влияние магнитных полей на землян будет вестись с борта МКС. Станция летает в ионосфере. И вот ионосфера является таким хорошим интерфейсом между солнечной активностью и земной. И вот благодаря тому, что станция летает долго, обычно спутники на этих высотах летают мало, для нас очень важно проводить эксперименты на станции, потому что она долго живет. Ура! Наблюдаем раскрытие, отлично, отлично, спасибо. Антенна раскрыта, разъемы подстыкованы. И в ближайшие 5 лет космонавты обеспечат ученых новыми данными о магнитных полях и космической погоде. 5 лет аппарат «Обстановка» будет летать вместе с орбитальным домом. Происходит всплеск на Солнце, и через 8 минут, будьте любезны, он уже на Земле. И вот эта магнитосфера начинает буянить. Ну и к чему это приводит? Это приводит к многим разрушающим вещам. Понимаете, все работы в космосе направлены на то, чтобы людям на Земле жилось спокойнее, лучше и богаче. Вот простым языком, что мы делаем. За 6 часов работы 32-й ВКД вне корабельной деятельности установили научное оборудование, поменяли мишень для будущей стыковки европейского грузового корабля «Эй-Ти-Ви», сняли контейнеры с экспериментом «Биориск» и проложили кабели для встречи российского лабораторного модуля «Наука» в будущем году. Есть закрытие люка, да. Все, Роман, я принял, люк закрыт, я с вами прощаюсь и благодарю за выполненную работу. Продолжение следует...